Всем привет! Сегодня мы в гостях у Артема Камберовича Ли, владельца ресторана в корейской кухне Хайт. Добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Немного о себе? Ну, я предприниматель, последние 8 лет занимаюсь ресторанным бизнесом. Был ряд проектов, основным таким запоминающимся, это вот рестораны Хайт. Их сейчас два. В Москве под имеемые пережили успешно. Работаем. Как вообще пришла идея открыть ресторан? Как долго вы к этому шли? К этому идешь... Ну, к этому я шел лично, наверное, всю свою жизнь. Вопрос, когда решился. В принципе, у всех моих знакомых сейчас, с кем бы я ни работал, из разных сфер, с моими знакомыми предпринимателями общаясь, у каждого где-то эта идейка по открытию ресторана своего, она где-то лежит ближе к пенсии или вообще в принципе, да, чтобы выйти в это красивое пространство ресторанового бизнеса, в медийное пространство, да, там, или где-то там на берегу моря. Ну, в общем, очень многие фантазируют и хотят открыть свой ресторан. Наверное, эта идея у меня тоже была давно. Вот. А когда я решился? Решился 8 лет назад. Когда все совпало, когда пришло понимание, когда я верил, то есть верность в этот продукт была максимальной. когда появились люди, которые технически могли реализовать эту идею, когда появились деньги на открытие ресторана, потому что мало идеи, мало фантазии. Ну, очень много факторов должно сложиться, очень много звезд должно совпасть в определенный момент для меня. Интересно, кем вы хотели стать в детстве вообще? Стали владеть рестораном, детстве пожарником? Очень интересный момент. Да никем я не хотел стать в детстве. Ну, понятно, стандартным, да, космонавтом, полицейским. Ну, полицейским я, да, стал определенное количество времени в один период. Ну, ресторатором такой идеи не было. Ну, получилось как получилось. Получилось как получилось. Успешно. У меня вообще такой очень коревой, нехарактерный путь к ресторанному бизнесу. Первое мое образование вообще химическое, химфак МГУ. Все мои знакомые, родственники рассчитывали на то, что я там дальше пойду в аспирантуру. Скорее всего, уеду куда-нибудь. В общем, буду заниматься наукой. Но так не сложилось. Мой типичный день. Смотрите, я долго шел к своему типичному дню. Реально не люблю впустую тратить время на бесполезные совещания, на какие-то незапланированные истории, которые отжирают фокус. Ну, реально тратят время, сбивают с пути. Вот, поэтому оптимально для себя я пришел к тому, что три раза в неделю в будни я с утра занимаюсь спортом. Не ради фигуры, не ради, ну, это все идет бонусом, да, держать себя в тонусе. Я в этот период времени с утра максимально смещаю фокус в каком-то смысле и отдыхаю. И структурирую все свои мысли, прорабатываю какие-то идеи и могу, в принципе, отвлечься. Вот у нас там сложилась неплохая компания, ну, я давно в зал хожу, вот, такая прям в будние дни, считайте, отвлекаюсь так. Вот, потом собираюсь, приезжаю на работу. Как правило, у нас ежедневно проходит, ну, скажем так, ну, можно сказать, совещание. Я пытаюсь их проводить, да, планерки, пытаюсь проводить их максимально короткими, структурными, но ежедневно. Понятно, что в нынешнее время очень много инструментов, позволяющих работать максимально дистанционно. Ну, ресторанный бизнес, да, в принципе, любой оффлайн бизнес, где много завязано на людях, он требует все-таки такого внимания, обмена энергиями, эмоциями. Нужно посмотреть друг к другу, и работа будет складываться быстрее и продуктивнее. Ну, это факт. Мы проводим ежедневно летучки, вот, смотрим все цифры, разговариваем, шутим, обедаем, вот. И какое-то время, да, какое-то время это касается всех операционных процессов, те процессы, которые вот идут, там, из года в год, из месяца в месяц. Мы смотрим отклонения, что меняется, что можно сделать лучше, вот. Остальное время я посвящаю все-таки, ну, имеется в виду на работе, это времени для проработок истории будущих проектов. Мы планируем, какие-то гипотезы, да, выдвигаем, ну, это такая более, скажем, история, да, стратегическая, тактическая, творческая, ну, в общем, очень интересно, самое интересное. В выходные, вечером, вечером, конечно, я жарю гриль в ресторане Хайт и выпиваю соджин. Ну, вечером я встречаюсь, я тоже не трачу время просто так, либо с кем-то встречаюсь, либо еду домой, все очень банально и просто пытаюсь время проводить, ну, хотя бы застать какой-то кусочек активного времени в будние дни и провести его себе. Какие у вас ходы, что вы на выходных обычно делаете? Гуляете с друзьями тоже, там, спорт? Гуляю с друзьями. Ну, спортом я, как уже, я уже сказал, да, я занимаюсь в будние дни, в выходные дни и уделяю себе. Мы, опять же, в эти дни сонастраиваемся, стараемся быть вместе. Все очень, на самом деле, консервативное, там, посещаем мою маму, ну, все так. Ну, как в обычных семьях, собственно. Может быть, может быть, не знаю, в последнее время этот обычный уклад, который я описываю, может быть, уже стал необычным, да. Но в целом это все у меня традиционно и достаточно консервативно. Это дает мне силы, я питаюсь. У меня в бизнесе, я считаю полноправным партнером свою супругу. И, на самом деле, суббота мы так очень много вещей прорабатываем, особенно это касается каких-то планов и стратегического развития, потому что планов много. Та пандемия, которая у нас была, два года, она, скажем так, Она саккумулировала очень много идей, которые нельзя было воплотить в эту пандемию, поэтому их надо реализовывать. Нужно подумать о тайминге, о приоритетности, о планах развития по каждому направлению. В общем, планов много накопилось, их надо начинать все реализовывать. Как вообще, когда прошли пандемию, я так понимаю, достаточно успешно, что поменялось у вас в ресторанах? Достаточно успешно, это вопрос, много что поменялось. Я очень благодарен пандемии. Вообще мы очень классно провели время. Но она еще и не закончилась. Но будем считать, что да, все уже в такой режим вышло. Но я реально не слукавлю, очень благодарен. Понятно было, в моменте тяжело переживать очень много неопределенных историй. Мы все прожили в пандемии. У нас кто-то ушел, кто-то даже предал. Ну, все как в фильме, да. Мы много потеряли денег, нас закрывали, нас не открывали. Мы по пути пандемии бизнесы разные открывали сотрудниками ресторана, потому что позволило нам, ну, мы, кстати, заработали на этом, позволило удержать всех сотрудников в струе рабочей. Выжить там, раздавали сухпайки со склада всем сотрудникам, которых мы не могли привлечь к работе. Очень было всего много, очень было классно, интересно. Вот, и по сухому остатку, ну, мы еще больше верим в себя, в наша команда. Вот. Мы стали гибче, мы стали быстрее, мы стали сильнее. Вот. Мы научились реально быстро реагировать на любую ситуацию, видеть ее с разных ракурсов. Ну, это все очень прям классно, четко. И более того, я могу сказать, что мы к пандемии, и точно не слукавлю, мы выросли. Если мы быстро, мы использовали каждую возможность, готовились, там, каждому открытию, каждому закрытию ресторана и сферы. Ну, то есть мы были максимально мобильными, что позволило нам очень быстро встать на крейсерский, в крейсерский режим. Вот, и мы очень быстро восстановились, мы открыли, мы реализовали новый концепт, это, скажем так, караоке азиатского типа, кабинки. Даже привезли корейское оборудование. Да, и реально с первых же дней мы прямо почувствовали большой-большой запрос на эти кабинки. И было принято решение, мы, более того, мы решились открыть офлайн-магазин у себя. Да, мы уже все сделали, сделали ремонт, но там какая история произошла? Исходя из большого запроса на караоке-кабинки, мы все посчитали и решили из этого магазина сделать три караоке-кабинки, а магазин открыть немножко рядом, в другом помещении. Да, я что хочу сказать, что пандемия научила нас быть максимально гибкими, не упираться в какие-то там истории, там, все приказанное сделано, любой ценой. Даже не знаю зачем, нет, мы постоянно анализируем, все, что происходит, делаем срезы, считаем. Ну вот, в общем, у нас будет концепт из, ну, максимальная целостность, там, из восьми караоке-кабин, я думаю, в центре Москвы. Это будет тоже такая достаточно уникальная история с контентом, с корейским контентом, с японским, я имею в виду песен, с вьетнамским даже. Русские у нас традиционные караоке, у нас, мы дублируем оборудование, то есть в одной маленькой кабинке у нас оборудование, как на полноценный зал. То есть часть оборудования, это традиционное для российского контента и английского, а корейское оборудование у нас поддано на азиатский контент. Очень масштабный, надо посетить. Короче, да, заморочились, не то слово, и в целом, ну, опять же, мы будем говорить о цифрах, в целом по двум ресторанам мы выросли из-за пандемии, ну, минимум на 60%. Просто если брать, допустим, объект на 905-го, я думаю, что там эта цифра будет больше. Супер масштабный. Да, поэтому все же я слышу, что ходят разные там, ну, так, шуточки, что почему-то все думают, что ресторанный бизнес для меня это не основной, вот, а так для, то есть внешней истории, да. Думают, что все, я его датирую из каких-то других источников, но нет, он действительно развивается сам, и я очень благодарен, ну, своей команде, людям, которые со мной работают. Расскажите про команду побольше, я так понимаю, это у вас сейчас как, прям, семья сложившаяся, особенно после пандемии, со всеми трудностями. Изначально, когда мы, по поводу семьи, изначально, когда мы открывали первый ресторан, я сразу сказал, что давайте не придерживаться семейственности, потому что она присуща многим азиатским бизнесам. Да, там, на одном направлении брат, на другом двоюродный брат, там, ему помогает тетя, там, дядя, ну, все, что мы видим, там, в корейских сериалах. Да, эта модель есть, и она достаточно эффективна, но она эффективна для семейного бизнеса. Если говорить о том, что, о росте на будущего, на будущее, то эта семейственность, она только мешает, она мешает в реале управлять. Вот, поэтому, я не то, что был против, да, ну, я говорил, никаких поблажек, там, знакомый, друг, нет, нам ценно только, только, ну, желание работать в нашем коллективе и профессионализм. В целом, я могу сказать, что и каждый имеет право на рост. Вот, возьмите, это известная история, кстати, в нашей нише. У нас официанты стали менеджерами, вот, дальше стали управляющими. Все ключевые позиции это сейчас занимают, это люди, которые выросли с самых, ну, скажем, не то, что низких позиций, ну, вот, самых там, с официантами, да, с любой должности все вырастают и сейчас, ну, и готовы расти дальше, да. И все знают, что лишь бы было желание у человека, ну, даже, там, готовы оплачивать обучение. С самого начала это все было, да, Катя? И обучение, и командировки, лишь бы все улыбались и росли. Сложно попасть в команду? Нет, вообще не сложно. Да, с того. Вообще не сложно, говорю, лишь бы было желание. Да, а сейчас поговорим о очень интересной теме, какое блюдо у вас самое популярное? Вообще, еда, это всегда вдохновляет людей, так что, что у вас самое популярное в вашем обществе? В последнее время. Смотрите, какая ситуация. У нас ресторан изначально, ну, как изначально, изначально мы были про все, да. Потом мы поняли фишку корейского гриля, сами для себя поняли, и акцентируя внимание на корейском гриле. Но, тем не менее, я могу сказать, что в Хайте сейчас самое целостное меню по корейской кухне в Москве. Признаюсь честно, есть этому предыстория. Когда выходили с рестораном, вообще с концепцией прорабатывали в 2014 году, было настолько непонятно и страшно, ниша была не сформирована, и с чем было, на что упор делать, непонятно было. Поэтому от страха вышли вообще со всем меню, вообще кто с теми позициями, кто какие знал. Короче, в общем, собрали все. План был какой? План был потом лишние блюда какие-то невостребованные убрать. Но на самом деле спрос получился смазанным. Вообще история непонятная, и нам пришлось с этим раздутым меню так и остаться. Есть минусы. У нас сейчас нам, чтобы поддерживать все позиции в продаже, у нас самая большая кухня, у нас есть цех. Мы несем издержки, все можно было проще. Если, допустим, у соседних ресторанов на кухне работает 7 человек, у нас работает 18 человек. Зато мы делаем все, мы успеваем все. Ну, в общем, не знаю по поводу эффективности, но история такая есть. Самое продаваемое блюдо из супов. Давайте так, по категориям. Кимчи тиге. Кимчи тиге. Но самый продаваемый рамен. Понятно. Это может быть не объективно для многих, но рамен. Рамен, сокоги, тандян тигея, юки дян. Ну, это прям топовые позиции, но самый, если в цифрах брать, продаваемый, это рамен. Из мясных блюдах блюд это ребрышки с вон вон кальби. Но в целом, поверьте, не было непродаваемых блюд или резко непродаваемых. У нас все продается достаточно хорошо. Соджу часто берут? Соджу? Ну, как понять часто? Раз в 15 минут в бутылках. Часто берут, да, напиток стал популярным. Он у нас изначально был. Мы такие динозавры в этом рынке. Да, то есть сейчас он действительно стал популярным. Спасибо дорамам, да, и видеоклипам. Конечно. Да, каждый хочет оказаться с этой заветной зеленой бутылочкой на столе. Всплакнуть или порадоваться. Покрутить, там, сделать вихрь. Да, покрутить, там, сделать вихрь. Отличаются ли чем-то гости от корейского ресторана, от гостей любого другого национального бутылка? Знаете, гости вообще в рестораны и ниши в целом, они стали, ну, меняться. Те гости, которые были 10 лет, 5 лет. И сейчас это, ну, в целом такая разная история, и, то есть версия, все, да, становится другой гостей. Сейчас гости в целом стали достаточно требовательные. Они уже приходят, если даже в первый раз, все равно с некой экспертностью, с теоретическими знаниями, вот, с которыми очень активно оперируют в процессе. Или с друзьями, которые все вместе. Или с друзьями, да. Если, да. Ну, то есть гости реально стали требовательные, и они уже идут в ресторан, зная, что они хотят получить. Есть уже конкретно сформированный запрос. И задача ресторана не то, что не разочаровать, да, а превзойти его ожидания. Тогда это вот самая идеальная история. Это будет круто. Получается? Презайти? Мы стараемся. Получается. Я даже какое-то время, мы, знаете, в пандемию, ресторану очень тяжело в пандемию чем? Тем, что очень нестабильный оборот. Сейчас до пандемии оборот 100%, началась пандемия оборот 30%. Открыли, там, делали, открыли, разрешили использовать веранды, плюс 20%. Причем эти цифры нельзя спрогнозировать. Поэтому, ну, это нужно купить продукты, вывести необходимые позиции, там, поваров. И, ну, в общем, как ты в такой слепой зоне действуешь, поэтому, конечно, возможны провалы. Провалы в чем? Каких-то блюд может не оказаться, какие-то могут раньше закончиться. Что-то, в общем, ну, что-то будет готовиться дольше. Ну, и такая история была. Большая ли конкуренция среди корейских ресторанов? И чем вы отличаетесь? Чем вы лучше? Большая ли конкуренция среди корейских ресторанов? Вопрос такой, вопрос такой интересный. Не однозначно. Да. Ну, я признаюсь честно, если говорить, ну, про такие математические показатели, это оборот, узнаваемость. Если можно, в общем, оценить узнаваемость по ряду критерий, там, отзывы гостей, то я могу, честно сказать, уже лет 5 хайт идет в первых позициях и, ну, от ближайших конкурентов в нашей нише. Ну, поэтому я в какие-то периоды времени просто забывал о своих конкурентах, потому что, ну, смысл о них думать, ну, вот, как-то даже они выпадали из поля зрения. Что вы посоветуете тем, кто хочет, только хочет открыть ресторан? Ну, классно, это интересная история, посоветую. Я от многих слышу, что, ой, нет, только не ресторанный бизнес, он сложно. Как любой оффлайн-бизнес, любой бизнес, где много людей, он реально непростой. Но я не могу сказать, что в этом бизнесе прям столько магии, нет ничего сложного, во всем можно разобраться. Во всем. Вы просто представьте, что, вот меня так отец учил, если что-то сложно, что-то непонятно, что-то ты не понимаешь, ты просто так подумай, а вот до тебя этим сколько людей вообще занимались и занимались, ну, более-менее успешно, хорошо. Ну, так оцениваешь, сколько до меня ресторанов таких плюс-минус было, да, ну, наверное, там, десятки тысяч, да. Ну, в целом, может, я не такой прям, не в самом конце этого списка, да, ну, значит, есть возможность у меня это реализовать при определенных условиях. Советую, если говорить конкретно, советую образовываться. Если ты что-то решил делать, неважно, открыть какой-то бизнес, в частности ресторан, образовывайтесь в этом направлении, изучайте, изучайте конкретные цифры, изучайте финансовую модель ресторана, да, риски все изучите. Вы подтяните все моменты, которые вам непонятны и снова подойдите с вопросом, я готов открыть ресторан. Если вы видите в этом перспективы, открывайте, это классно. Но в ресторане понятно, что, как и в любом бизнесе, должна быть идея, а может быть несколько идей. И чем больше уникальных идей, тем, ну, больше стабильнее будет ваш ресторан. Если вы видите, у вас есть видение, как эти идеи дальше будут, да, превращаться в реки, то вообще, дай бог. Отлично. И что в будущем? Планируются новые рестораны какие-то? Да, планируются. Мы уже ищем помещение. По-моему, это да. Да, мы уже ищем помещение. Юго-восток ждет. Ну, может быть, и юго-восток. Причем, на наши, ну, скажем так, наши команды, мы до пандемии и открывали корнеры, у нас есть опыт, там, фастфудную историю прорабатывали в разных концепциях. На самом деле, мы стали настолько универсальными, что можем вообще отталкиваться, по сути, от локации, от места. Просто понимая, какая концепция зайдет в этом месте, какая аудитория, да, ну, что ей нужно, да. Чистый маркетинг, да. Это чистый маркетинг. Нужно быть к этому маркетингу технически готовым, да, чтобы любое пожелание по маркетингу поддержать своими техническими возможностями. Вот, и по продукту. Я говорю об этом, что, ну, в своей нише, мне кажется, мы так с запасом идем. Это очень круто. Так, и очень часто бывает на наших мероприятиях участвуете как партнер, поэтому давайте немножечко поговорим про НДКМ. Как вы вообще узнали про нас, про НДКМ? Из Инстаграма. Из Инстаграма. Честно говоря, я даже не помню. Я помню, что мы давно знакомы с Пашей. Давно мне интересна вся эта история. Ну, мне кажется, несколько лет. Как мы познакомились... Паша, извини, я... Вернее, как Паша познакомил меня с идеями НДКМа. Вот конкретно я не помню. Но я помню, что мне сразу понравилось. Это очень интересная история. И мы сейчас в рамках нашего проекта, наших ресторанов, действительно тоже, ну, скажем, идеологически стали ближе к молодежи. Потому что мы поняли, что есть запрос большой у молодежи. Причем запросы разные. Мы пытаемся сейчас, привлекая и активничая во всех соцсетях, мы хотим быть интересными для них. Нам есть что дать по этому запросу. Просто мы про настоящую Корею, про настоящее аутентичное блюдо. У многих реально запрос связан с тем, что после первого касания, ну, скажем так, первого касания с молодежной культурой Кореи, там, в каких-то, там, дарамах, да, в каких-то фастфудах, в каких-то... Они хотят дальше развиваться в своем понимании, в своем понимании, да. И здесь мы, здесь, оказывается, мы даем. Поэтому мы стараемся тоже быть моложе, мы молодеем. Контент становится более интересным. Как вы относитесь к общественной деятельности в целом и, в частности, к деятельности МДКМ? Мне нравятся ваши скорости, мне нравится ваш энтузиазм, да. Мне нравится то, что вы не зацикливаетесь, да, и быстро ориентируетесь тоже в трендах. Не, ну, то есть вы активны, гибки, и это очень классно. И вы смелые, на самом деле, вы такие же, как мы, только намного моложе. Вы такие же, как Хайп, только намного моложе. Наверное, из-за этого вы нравитесь нам. Что для вас значит помогать МДКМ? Вопрос, на самом деле, не про помогать, да. Это, может быть, там, в каких-то моментах выглядит, там, какая-то помощь, не помощь. Но в целом, если говорить более идейно, для нас это партнерство, да. Мы не помогаем, мы где-то выступаем партнерами, да, где, допустим, ну, в каких-то проектах, да, мы... С вас активность, с вас идеи, да, с нас там материальная поддержка, каких-то мы бок о бок идем, да. Ну, для нас это партнерство, и мы видим в этом схожесть идеологическую с нашими ресторанами. Правильно донести, реально, трушно донести, да, познакомить с корейской культурой, по большому счету, да, молодежь и вообще в целом российскую аудиторию. Правильно, без искажений. И последний, наверное, вопрос. Что вы вообще ждете от деятельностей ДКМ? Какие проекты хотели бы поддерживать, да, что, ну, сотрудничать с нами? Вот, что-то может быть новое? Слушайте, да, в целом хотелось бы, чтобы огонь у вас в глазах не угасал, дальше топили. Ну, вы в правильных направлениях топите, не теряли время, не разменивались. Вот. Мы всегда вас будем поддерживать. Спасибо большое, очень приятно. Очень приятно было пообщаться. Интересные темы затронули ваше развитие. Очень интересно было послушать. В общем, спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова